Всем привет, на связи Мабу и в сегодняшнем видео я расскажу вам с чего же начать изучение андроид разработки. Собственно мой канал именно нужен для всех тех, кто хочет стать андроид разработчиком. Это основная цель моего канала, помочь тем, кто хочет стать андроид разработчиком. И я его делаю специально таковым, чтобы он был интересен тем людям, кто уже определился, что он хочет разрабатывать мобильные приложения. И стоит перед таким обстоятельством, что ему нужно стать андроид разработчиком, но он не понимает, как бы лучше это все сделать. Итак, на связи Мабу, устраивайтесь поудобнее, я в этом видео расскажу вам с чего же начать изучение андроид разработки. Если вы хотите стать андроид разработчиком и сделать это максимально оперативно и качественно, если вам нужна помощь по выходу на рынок, на котором вы сможете самостоятельно разрабатывать андроид приложения, как на заказ, так и создавать свои собственные проекты, приносящие доход без вашего участия, если вы хотите освоить новую профессию, которая позволит вам не беспокоиться о своем будущем и конечно же настоящем в современных условиях нестабильности и кризиса, если вам нужна моя консультационная помощь по трудоустройству по профессии андроид разработчика, тогда я приглашаю вас на свой курс, построенный на индивидуальной основе андроид разработчик за 3 месяца. На этом курсе я сделаю из вас андроид разработчика, владеющего всеми актуальными современными технологиями. Обучаться можно абсолютно с нуля, без всяких знаний в программировании. После обучения вы сможете разрабатывать абсолютно любое мобильное приложение под систему андроид, а также у вас в портфолио будет 2 разработанных мобильных приложения и 2 отзыва. Кроме того, я помогу вам выйти на рынок разработки мобильных приложений под андроид и окажу консультационную помощь по трудоустройству на позицию андроид разработчика. Если вы в нынешних кризисных условиях хотите обезопасить себя и освоить профессию, которая позволит вам обрести экономическую безопасность и стабильность, тогда я предлагаю вам записаться на мой курс андроид разработчик за 3 месяца. Я помогу вам стать профессиональным андроид разработчиком, тем самым вы не будете зависеть от экономической ситуации в стране целом и от работодателя. И даже сможете построить свой небольшой бизнес. Все ссылки для записи и консультации есть в описании под видео. Вот вы уже хотите стать андроид разработчиком. В первую очередь, что вам нужно сделать? В первую очередь вам нужно установить софт, на котором вы будете разрабатывать андроид приложения. Внимание! Мы именно говорим про приложения, не про игры. Про приложения. Можно, конечно, игровые приложения делать, но мы не говорим сейчас про игры. Если вы хотите игры, там специальные сишные языки, там специальные... Я точно не помню C-Sharp или C++. Я, честно говоря, не помню. Я никогда не разрабатывал игры в плане андроид. Поэтому я знаю поверхностную эту структуру, но я знаю очень многих людей, которые там работают. Это все разрабатывается на движке в основном Unity. Да, и там вообще другая сфера. Там нужно изучать разработку графики. Там, короче, своя кухня. Это отдельная... Вообще, если вы не знаете, я вам расскажу. Существует три крупные сферы в IT. В IT, да? Это разработка сайтов, то есть свои приложения, разработка мобильных приложений и разработка игр. Это три кита, на которых стоит современная IT. То есть, если вы хотите стать программистом, нужно выбирать, востребованным программистом, три, одну из этих трех сфер. И потом уже понимать, допустим, вы выбрали разработку мобильных приложений. Там уже нужно понимать, когда дальше двигаться Android или iOS. Ну, много видео об этом есть у меня на канале. Я не буду на этом восстанавливаться. Так, вы хотите разрабатывать именно мобильные приложения или игровые приложения, но не игры. Что мы делаем? Мы должны установить с вами Android Studio. Мы идем с вами на сайт официальный. Ссылка на этот сайт будет в описании под видео. Устанавливаем Android Studio. Перед установкой... Вернее, мы скачиваем Android Studio сначала к себе на компьютер. Перед установкой обязательно удостоверьтесь, если ваш компьютер на системе Windows, удостоверьтесь в том, что имя пользователя у вас на компьютере написано на латинице, то есть на английском языке, а не на русском. Потому что все русскоязычные пути, названия файлов, там, диск-с, там, допустим, юзер, и потом, допустим, русское название, какой-то, на кириллице, этот путь не воспримет Android Studio для установки Android SDK. Android SDK это такая, скажем так, это, можно и фреймвортом его назвать, но это больше такая набор, набор базовых, скажем там, базового кода, который позволяет нам разрабатывать Android приложения на Android Studio. То есть там содержатся все необходимые классы. Вот все-все-все самое необходимое, то, что нужно для Android разработки. Без Android SDK вы не сможете ничего разрабатывать. Вы должны установить Android Studio, и вместе с Android Studio устанавливается Android SDK. Обязательно иметь пользователя на английском языке. Если произошел сбой, и у вас не установится Android SDK, при запуске приложения вас попросят указать путь нахождения Android SDK. Вы выберете папку, куда можно сохранить это Android SDK. Опять же, все названия англоязычные. Тут уже больше, знаете, вам, в принципе, с установкой даже никто особо не сможет помочь, потому что это сугубо зависит от вашего железа, то есть от вашего ПК, о том, как у вас там все устроено, и о том, как Android Studio воспринимает ваше все железо. У каждого компьютера свои особенности. Поэтому, в принципе, проблем, они возникают. Я максимально помогаю своим ученикам, всегда навожу всех до состояния установки, всегда. То есть тот, кто начинает. Итак, устанавливаете Android Studio. Вот перед вами открывается Android Studio. Что в первую очередь нужно сделать? В первую очередь нужно подключить реальное устройство на Android через USB кабель. Причем USB кабель должен быть таким, чтобы вы через него могли передавать файлы на компьютер. Если у вас такой, вот просто с ним, и нужно взять такой в кабель. Есть USB кабеля, которые являются лишь зарядкой, а есть, которые позволяют переносить данные. Вот вам нужен такой, который позволяет переносить данные. Вы подключаете его к компьютеру. У вас на смартфоне выходит, как обычно, сообщение о том, что вы берете схему работы. Вы выбираете три носа файлов. И далее, для того, чтобы у вас все заработало, раньше обязательно нужно было установить USB драйвер. Сейчас по-разному. Но в основном схема такая. И устанавливаете USB драйвер. Потом идете к себе на смартфон. Берете, открываете, активируете режим разработчика. Выбираете отладка по USB. И после этого у вас должен телефон определиться. Смартфон у вас должен определиться вот тут наверху в Android Studio. Если он у вас не определяется, попробуйте кликнуть на пустом пространстве Android Studio. Несколько раз мышка. И обычно это срабатывает. У вас смартфон подсоединяется. После того, как смартфон подсоединяется, вы можете собирать свое мобильное приложение. Я зашел чуть-чуть дальше. Потому что мы вроде сказали, открываем Android Studio, уже сразу собираем проект. Нет. Для того, чтобы собрать проект, его нужно создать. Опять же, есть у меня видео. Два больших видео. Основа Android. Там все показано. Как запускается Android Studio. Как открывается проект. То есть мы создаем с вами проект. Запускается проект. Все там настраивается. Когда настройки все прошли, вы можете подсоединить свой смартфон и таким образом запустить проект на своем устройстве. Как только запускается пустой проект на устройстве, вы увидите там надпись Hello World. Вы уже на шаг вперед оказались. Что же нам нужно сделать дальше? Android приложения разрабатываются на языке программирования Kotlin. Не Java. Kotlin. Поэтому вам нужно изучить основы языка программирования Kotlin. Если вы, это ваш не первый язык программирования, и вы хотя бы, допустим, с ВСВ пришли, знаете JavaScript, то будет изучить намного легче. Но даже если ничего не знали, никакой язык программирования не изучали, тоже будет довольно легко изучить. Потому что он простой. Опять же, не нужно изучать весь Kotlin. Что нам нужно знать? Что такое переменные? Как они создаются? Как присваиваться значения переменным? Как изменяют? Можно менять эти значения переменным? Какие виды переменных? Виды переменных бывают? Какие типы переменных бывают? Затем нужно изучить условные операторы if, else и while. Далее нужно нам изучить, обязательно, очень важно, функции. Что такое функции? Как создаются функции? Как вызываются функции? Как работать с функцией, которая возвращает значение? Как работать с функцией, у которой есть аргументы? Как работать с функцией, у которой есть и такие, скажем так, динамичные аргументы и статичные аргументы? Вот это что нужно знать по функциям зали? В общих чертах нужно знать, как работать с массивами, то есть с коллекциями. Потом нужно уметь перебирать эти коллекции с помощью циклов. Это вот основное, что прямо из основы синтакса нужно знать. Далее нужно понимать, что такое классы. Как для каждого класса создаются объекты. Для чего используются интерфейсы. Как один класс наследует один другого. И обязательно нужно понимать, что такое модификаторы доступа. Все. Это все, что нужно знать по основам Котни, для того, чтобы разрабатывать Android приложение. Дальше копать ничего не надо. По мере необходимости погуглите и узнаете. Но сейчас не нужно сидеть... У меня люди приходят, они год изучают Котлин по книжкам. Это вообще бессмысленно. Вы так никогда не станете Android разработчиками. Вот это... Вы вот это изучаете и дальше переходите к основам Android. Что именно? Нужно узнать, что такое Activity, что такое фрагменты. Как создаются самые базовые виджеты, кнопка, текст. Как обрабатывается нажатие. Обязательно нужно изучить XML верстку. То есть, как создаются внешний вид этих всех элементов. Элементов мобильного приложения. Нужно изучить переходы с одного Activity на другое. И передача данных. Нужно изучить работу со фрагментами. Чем она отличается, Activity от фрагментов. И вот берем... А, кстати, изучить ViewBinding. Или можно DataBinding, но лучше более современный ViewBinding. Это все вы можете посмотреть. У меня на канале есть на 3 часа, по-моему, 2 бесплатных урока. Просто по основам Android берете и изучаете. Дальше. Понимаете, вы уже начали вариться в этой кухне. Знаете основы Android. Все отлично. Ну, и дальше всегда по логике вы плавно сами перейдете. Вам никто не должен, даже не подскажет. Вы просто чисто, скажем, логически захотите создавать элементы Android приложения. И вы перейдете к изучениям UI. UI это внешний вид вашего мобильного приложения. То, насколько будет успешно ваше мобильное приложение, от этого напрямую, это зависит от UI и UX. То есть, UI это внешний вид вашего мобильного приложения. То есть, всякие кнопки, переключатели. UX это логика вашего приложения. Именно не логика работы программирования, а логика расположения этих элементов, этого UI в правильных местах. То есть, допустим, кнопку удобнее располагать внизу, чем вверху. Это UX определяет. UX это именно, скажем так, психологически понятная работа с вашим мобильным приложением. То есть, вам нужно изучить UI, конкретно UI. Для этого используется библиотека Material Design. Там очень много виджетов. Обычно, вот смотрите, у меня курс есть. Мой Android разработчик за 3 месяца. Первая неделя основа Kotlin, основа Android. Вторая неделя, вторая и третья неделя. Это уже как раз таки изучение этой библиотеки Material Design. По объему информации это самый большой материал. По простоте усваивания это самый легкий материал. И вот когда вы уже изучите Material Design, вам можно создать простенькое мобильное приложение. Да, кнопка. Но при нажатии кнопки что-то происходит, переход куда-то, какие-то картинки можете сделать. Что-нибудь такое легкое. И когда вы, я вас уверяю, даже раньше это произойдет перед библиотекой Material Design, как только вы, если первый раз сядете ее программировать, как только по вашему нажатию на приложение что-то будет происходить, что-то будет меняться, вы испытаете непередаваемое ощущение, потому что я сам по себе помню, насколько это круто и сколько это мотивирует. Опять же, если вы сидите какие-то в Kotlin, какие-то глубоко там копаетесь, понимаете, для чего это нужно, здесь все просто. Приложение, кнопка. Кнопка нажал, что-то произошло. И это сделали вы. Вы это запрограммировали. И тут уже ваш мозг, понимая, для чего вы изучали, и понимая, для чего вы изучали, вы будете легче переваривать всю эту информацию, чем идти дальше. Ваш мозг не будет сопротивляться тому, для чего это нужно. Он будет видеть эффект от этого. И вы будете понимать, что это сделали вы. И захотите дальше идти и идти. Вот такой подход, он позволяет быстро вкатиться в обучение и без проблем изучать материал. Собственно, так мой курс и сделан. Для того, чтобы даже для тех, кто приходит с нуля, вообще не знает, что такое программирование, там компьютер может раз пять даже открывал. Даже все такие люди могут изучить Android разработку по моему курсу. Человек просто заходит и начинает с простого, и понедельно усложняется, усложняется, усложняется. И с четвертой недели, там вообще очень сложные вещи рассматриваются, но для того, чтобы было небольшое усложнение, материал воспринимается довольно-таки легко. Это сделано специально так. Когда вы изучите всю вот эту UI-часть, приложение, у вас логически, вы задумаетесь, так все хорошо, а как же хранить данные? И вот в этот момент вы полезете изучать базу данных. И дальше это уже будет средний уровень вашего развития в Android разработчика. И дальше вы будете думать дальше, дальше, дальше. Но если вам не нужен конкретный план, что изучать, у меня под видео есть ссылка на мой курс, заходите, там есть план обучения. Вот все, что там есть, вам нужно изучить. Вы можете самостоятельно это изучить, но лучше записывайтесь на курс, я вам всегда помогу. Там, собственно, премиальный пакет, безлимитное количество консультаций. По любому вопросу можете, связанное с обучением, можете бесплатно вообще консультировать. Но если у вас мало денег, либо у вас, вы сомневаетесь, оно вам нужно, не нужно, то вы можете всегда купить первый месяц обучения без консультаций. Попробовать за полторы тысячи рублей. Это смешные деньги, даже сейчас не хватит, чтобы в магазин сходить на эти деньги. Просто можете приобрести первый месяц без консультаций, попробовать, понравится. Допустим, если что-то не будет получать, то нужно будет какие-то разъяснения, сможете всегда перейти в этот месяц, оплатить еще полторы тысячи, перейти на премиальный пакет. Или вообще можете взять весь курс сразу, там по большой скидке. В общем, вот с этого нужно начать изучение Android разработки. Не нужно сидеть там, вникали глубоко в эти основы курса. Нет, все просто изучаем то, что вам сейчас понадобится. Чистая практика. У меня вообще на курсе нет теории, она не нужна. Вам нужна чисто практика. Теорию вы всегда забудете, а практику будете всегда помнить. Я вот, допустим, веб-разработкой, прям программированием на фронтенде не занимаюсь уже лет 10-12, 12 лет. Но я до сих пор даже сейчас смогу... Конечно, многое поменялось. Я многие вещи смотрю, интересно, до сих пор что-то новое знаю. Ну, прям глубокого программирования во фронтенде я уже не веду. Но если я вот просто сейчас сяду, мне нужно будет фронтенд сделать для какого-то, скажем так, кастомного сайта или веб-приложения, я один день повспоминаю то, что, вернее, освою, посмотрю, что новое появилось и смогу на следующий день писать код. Потому что практика никогда не забудется, а теория забывается. Поэтому не накапливайте теорию. Не читайте, кстати, очень важная тема, не читайте книги по андроид-разработке. Это бессмысленно. Все очень сильно меняется. Это глупость. Изучайте, если вы хотите самостоятельно. Я вам советую изучать по англоязычным сайтам, у которого дата публикации и конкретного материала не превышает один год. Это мой вам совет. Ну, а на сегодня у меня все. Кстати говоря, когда вы, опять же, когда вы пишете, изучаете андроид-разработку, пишите маленькие проекты. Зачили тему, придумайте какой-то маленький проект, за день его напишите. И вот с помощью такого, начиная с простого, двигаясь более сложным, вы станете андроид-разработчиком. А на сегодня у меня все. С вами был проект Mabu. До встречи на следующих эфирах. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok